Привет, друзья! Сегодня мы разберем технику выполнения базовой визы на подмышке. Сперва мы разберем трюк с пола, а после на высоте. Итак, встаньте боком к пилону и возьмите за пилон обеими руками узким хватом, дальняя рука сверху. После уведите ближний локоть в сторону пилона, прижмите пилон к подмышке и увидите локоть вперед и вниз, сильно зажимая пилон подмышкой. Ваш таз должен находиться спереди пилона и вы должны чувствовать хорошее сцепление боком. Держите спину прямую, вводя таз вперед, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Убедитесь, что ваша подмышка и бок не скользят. Если чувствуете, что сцепление недостаточно, воспользуйтесь средствами улучшения сцепления. Следующий шаг – поднять согнутые ноги наверх, следите, чтобы в этом движении спина и руки были неподвижны. Далее, если вы чувствуете хорошее сцепление боком и подмышкой, начните осторожно выпрямлять ближнюю руку и введите ее вперед и в сторону пилона, сильнее зажимая пилон подмышкой. Если вы уверенно держитесь, ослабьте хват дальней руки и после попробуйте увести ее вперед, выпрямляя, соедините ладони и продолжайте хорошо зажимать пилон, не меняя положение корпуса. Чтобы выйти из элемента, снова возьмите за пилон сначала дальней рукой, а после ближней, сгибая руки, то есть оставляя хороший захват в подмышке. Далее, опустите ноги на пол. Если вдруг при отработке с пола вы начнете скользить или падать вниз, подвыпрямите ваши ноги, но не до конца, чтобы приземлиться на стопы мягко, одновременно захватывая пилон руками за счет их сгибания. Повторите подготовительное упражнение с пола на другую сторону. Далее, перейдем к освоению элемента на высоте. Выполните базовый подъем сначала невысоко и возьмитесь обеими руками за пилон узким хватом. После слегка уведите корпус в сторону верхней руки и, хорошо держась руками, переведите корпус в положение карандаш сначала с отведенным ближним локтем слегка в сторону, после уведите локоть вперед и вниз, хорошо зажимая пилон подмышкой. Следите за тем, чтобы спина была прямая, пилон зажат в подмышке и почувствуйте дополнительное сцепление боком. Далее согните ноги, продолжая висеть на руках. Если вы чувствуете сцепление в подмышке и боком, осторожно выпрямляйте и уведите вперед и в сторону пилона ближнюю руку, продолжая держаться дальней. Зажмите пилон подмышкой сильнее. Если ваше сцепление хорошее теперь, пробуйте ослабить хват дальней рукой и лишь после переведите ее тоже вперед, соедините руки. Вы выполнили базовый вис на подмышке. Чтобы выйти из элемента, согните сначала дальнюю руку, захватите пилон, затем ближнюю руку, захватывая пилон. После, держась двумя руками, переведите корпус в положение крест. Немного о технике безопасности. Тренируйте элемент с другом или хотя бы используйте толстый круглый мат вокруг пилона. Если вы начнете скользить или падать, сгибайте руки, захватывая ими пилон, и слегка подвыпрямите ноги, чтобы приземлиться мягко на стопы, сначала на носочки. И, конечно, не тренируйте элемент высоко. Также абсолютно нормально сначала не выполнить элемент в его окончательном виде, а, например, остановиться на моменте выведения ближней руки вперед. Возможно, сначала вам будет больно уже на этой стадии. Ничего страшного, продолжайте отрабатывать элемент шаг за шагом, даже если только с пола, и постепенно кожа привыкнет. И еще раз обращаю ваше внимание на важность сцепления в этом элементе. При абсолютно правильной технике вы можете не сделать вис на подмышке, если скользите. Хорошо протирайте пилон, подсушите кожу отдельным личным полотенцем. Если нужно, воспользуйтесь воском или магнезией, и вам будет легче выполнять трюк. Итак, сегодня мы научились висеть на подмышке. Если у вас получилось, делитесь своими успехами в инстаграм, используя хэштег pulltrimonline. До новых встреч, пока-пока!